Елена Бабинич открыла черничный сезон. Дары природы собирает руками, ягодку за ягодкой. На ногах с 8 утра. Верите раньше помешала плохая погода. Спустя два часа почти полное 10-литровое ведро. Говорит, бывало и больше. Женщина признается, это титанический труд, но все же приносит удовольствие, а еще неплохую прибавку к зарплате. Для меня лично, это мой ребенок рекорд поставил, вот она 150 рублей сама заработала. Я понимаю, что это очень мало для общего такого, но извините, для 11-летнего ребенка, который только-только начал собирать, я считаю, что это нормально. Будем-то мы каждый сезон, но не всегда у нас получается так собрать, чтобы, знаете, как некоторые, ох, прямо ударно. Мы, можно считать, так любители. В этом году черничный сезон начался позже прошлогоднего. Сказалась холодная весна. При этом ягод хоть отбавляй. И как нельзя кстати, в районе отсутствует запрет на посещение лесов. Как говорится, бери не хочу. И для заработка, и для себя. Бережнее всего собирать чернику вручную. Начинать утром, когда роса высохнет, или после обеда. Брать ягоды лучше с молодых кустиков. Такие плоды более сочные. Определять возраст можно по количеству боковых побегов. Чем их больше, тем старше растения. Облегчают процесс гребенки, комбайны или скребки. Правила эксплуатации просты. Собирать ягоды следует снизу вверх. При этом придерживая побеги, чтобы не повредить. Приемлемое расстояние между субьями – 5 мм. Допустимо, если материал изделия – пластмасса, металл, древесина, резина или их комбинации. Режущие края запрещены. При сборе грибов следует пользоваться ножом, срезать гриб у основания. Либо, если ножа нет, то заниматься выкручиванием этого гриба. Что позволит минимизировать повреждения грибницы. Также законодательно за нарушение правил сбора, методики сбора ягод, грибов в Республике Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин. Один из пунктов приема находится возле вокзала. В 4 часа здесь, как правило, ажиотаж. За килограмм черники дают 4,20. За лисички – на 80 копеек больше. Но их сезон только начался. Честники признаются, пока вдоволь сдают только ягоды. Доходило до 50 килограммов с человеком. Сдала 12 килограмм. Получила 48 с копейками. Сегодня он корзиночку собрал. И вчера корзиночку. А заработали 60 рублей. Черника богата клетчаткой, витаминами и минералами. Улучшает работу головного мозга, снижает артериальное давление и нормализует уровень холестерина. Для тех, кому лесная прогулка не по душе, подойдет поход на рынок. Там за литровую баночку просят 6 рублей. Половина обойдется в 3. Такая же цена и у лисичек. Ягоды очень хорошо с просом идут. И особенно земляничка очень хорошо. Она 5 рублей стаканчик, но она стоит. Черника тоже хорошо идет. Люди кушают проверку у нас. Проверяют каждый день. Хорошие ягоды, хорошая проверка. Ягоды у населения принимают на территории всей Могилевской области. В планах закупить до 500 тонн черники. Пока в закромах 120. Около 80% отправят на экспорт. Основными потребителями станут россияне. Лесное лакомство там всегда расходится на ура.